Продолжение следует... Продолжение следует... Дома жрать нечего, а у тебя заначка. Деньги где? Не видишь, меня трясёт. Коля, я не брала. Я тебе сейчас рожу разобью. Я тебе клянусь, не бей, не надо. Я тебе клянусь, я тебе клянусь, я тебе клянусь. Я тебе клянусь, а у тебя. Где ты? Пусти! Пусти! Давай! Мразь! Ты что? Ты что? Ты что? Ты что? Ты что? Там, где ты? Что? Ты что? Ты что? Что? Это тяга, тяга, тяга Тяга, тяга Прогнившие стены, обвалившийся потолок и вездесущая плесень. В таких условиях люди живут в центре города. Ты правда думаешь, что сдашь? А ты как думаешь? Все говорят, там платить надо. А ты не слушай. Прям как маленький, Дим. Ну попробовать надо? Или мне все бросить и денег занять? Оно надо вообще? Ну глядишь, место Федотова займу. Чтоб на его место, надо со всеми Вась-Вась. А ты и так всем надоел, еще учиться пошел. Скажут, выпендриваешься. Обязательно скажут. Обязательно. Сейчас. Да, Дим. За Антош, пригляди. Бать! Опять ломают. Мама. Сейчас вам ножки там подшибают. Ну ладно, не перестали. Уйди. Дим, ну может хватит? Ну сколько можно их гонять? Толку ноль. Да, сколько можно ремонтировать? На этот раз точно поймаем. Ммм. 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 Мммм. 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 Не жирно? Нет. А что без хлеба? А потом сжога. Спасибо. Еще положить? Мам, да доесть. Ну что там не остыло? Да нормально, все, успокойся. На-ка, сынок. На-ка. На-ка любишь? На-ка. На-ка. Напорол ребенка конфетами. Он теперь вообще ничего в рот не возьмет. Мам, давай честно будем, ладно? На-ка, давай. А потом уж он голодный пищать начнет. Само уже бегать разогревать. Ну, поймали? Да поймаешь их. Бегают, как кони. Да бросьте в эту лавку. Че вы с ней возитесь? Вон уже соседи смеются сто раз чинили. Да лучше бы сами починили. На земле-то сидеть не смешно. Жопе холодно. А вот они сейчас силу-то почувствуют, лоси здоровенные. В следующий раз вам рога-то подшибают. Так мы это ментов вызовем. Не, нам нужны они ментам. Они даже не подъехали на газон. Димка. Димка, я че думаю? Тут Ильев гараж все продает по дешевке. Дачу и драндулет. Ну, сам Тушь вообще никакой. Спился. Ссуду надо брать. Не хочу. Ну, то есть я все-таки не зря на право сдавала. Мам, ну я ж говорил, мне за семестр платить надо. Отец, скажи ему. Ну, че сказать, хозяин барь. Отец, фиги. Никогда у вас ничего путного не будет. Никогда. Один кулаком в грудь всю жизнь бил. И другой собирается. Мам, ну потерпи ты. Два года осталось. Ну, купим мы этот гараж. Живите как хотите. Да ты че? А ничего. У людей вон все есть. А у нас стыдно в глаза смотреть. Здоровья никуда. У него вон давление скачет. Спина у меня ноги. Я или до кухни дохожу. Ой, Ваня. Вот разве мы думали с тобой, что нам так счастье угнется, а? Я вот двадцать лет терапевтом в больнице отрубила. А теперь в том же кабинете полы мою. А че? А ты пойди проживи на пенсию-то, а? И ему тоже скоро на покой. Третий десяток уже с золой на кране своим дышит. Легкие забились. Каждую ночь дохает. Вот и думаешь. То ли группу раньше дадут, то ли... На лечение возьму. Да на хрена мне твое лечение? Мы зря что ли болячки с ним зарабатывали? Ты человеком стать. Ну чтоб все как у людей. И у Антохи чтоб тоже. Такая что не человек? Да дурак ты! Ты отстань ты от них. Вот сидит, учит. Ну что тебе от них это надо? А я мать. Это тебе никогда ничего не надо. Одно семя. Завелась. А что не так? Всю жизнь нам чужого не надо, нам чужого не надо. У нас вон ни чужого, ни своего. Вот ты и сидишь правильный. В грязи всю жизнь, на толку. Эй. Рот закрой. Достала. Да кому-то нужен пыль кусок. Ты и тут-то всем надоел. Правильно. Тебе в первую очередь. Все, блин, воруют всех, как могут. А я ведь... А ты болта с враного в дом не принес. Вон трубы текут. А тебе похрен. Карачёвы и те заменили. Да он их со склада оттянул. Да ты утони тут правильный. Люди для кого тащат? Для себя. В дом. А ты для кого? Чтоб себя пальцем не тыкали. А в итоге в тебя и тычут. Боятся вон. Как больного. Знаться никто не хочет. Ой. Дура старая. А ты молодую себе найди, а? Спасибо. Пожалуйста. Бать! Да пусть идет. Ну чё вот ты? А чё? Мать плохая, да? Вырастила и... Достал. Что за дети пошли, а? Бать, ты не слушай ее. Ай. 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 Прихожу на работу. Мужики в кучку шифруются. Иди сюда. Чё? Надо трубы со склада упереть. Нержавейка. Я говорю. Что это чужое? Они теперь не здороваются. За километр обходят. Права мать? До шестидесяти лет дожил. Ни друзей, ни врагов. Уф. Все дураком считают. На работе что? Не воруешь, работаешь. В подъезде что? Лампочки вкручиваешь. Во дворе вот что? Лавку каждый вечер ремонтируешь. Дурак и есть. Ты не дурак? Да ладно. Димка! Из диспетчерской звонили. На вызов собирайся. Мам, ну скажи, что я выходной. Срочно сказали. Филимонов задел. Ладно, пойду я. Давай. anche юмористор. Привет! Эй! 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 Да стремно! Погляди, как она лопнула! Слушай, давай шеф приедет, во всем разбирается. Дела семейные. Пил давно. А че? Ничего, уколы не сработают. Дай бог! Пусть помочится, скотина. Девка вся в крови. Пошла ты, стерва. Говори мне еще. Третий день с похмелья. Терпел, не отпускает, сунулся, денег нет. Чуть инфаркт не стукнул. На мое место встань. На твое хрен встанешь. Печени не хватит. Ну, мой жоп несерьезный. Ошпарило просто. Мы сдаем на ночь на мажесте. А выпьешь, укол не сработает. Так что, думай сам. Забирать его. Ему на работу завтра. Опять без премии оставят. Пиши, Афинс. Пиши, Афинс. Пиши, Афинс. Шестнадцать, Е-26-8. Пиши, Афинс. Шестнадцать, Е-26-6. Пиши, мне прием. Пиши, афинс. Мальчики, что ли? С трубой не справились? Так мы не знаем, в подвале перекрывателя нет. Нахрена в подвале-то? Да ты сам погляди. Че, хуже не было. Девушка пожалела. Сапоги у него восхудились. Новые надо брать. Каждый день муки муха, распарение от пары. И че кота за яйца? Делать будете, нет? Слушай, закройся, а то сейчас сам будешь делать. Стена несущая. Ну так тебе видней. Что это? Пошли. Посиди меня, взбирай спальню. Ой, давай чуть-чуть, я не боюсь. Взбирай, тебе говорят. Они там сами же меняли друг на друге, мы еще припремся. Все, давай, 10 часов. Ну че, спать, день, нет? Лучше. Я с тобой не лягу. Мы с ней вместе, а ты на сапогу. Да ладно. Руть убери. Я красавчик. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья! Внимание! Внимание! Поступило предложение не только поднять бокал за здоровье нашей замечательной Нины Сергеевны, но и сказать сегодня о главном. Мы все здесь желали ей здоровья, долгих лет жизни, счастья родным и близким, но главное, чем мы обязаны ей, нашим прекрасным цветущим городом, который растет и хорошеет с каждым годом. Жизнь, которой гордятся жители нашего города, это полностью, полностью ее заслуга. И я прошу в этот замечательный вечер сказать слова благодарности самых близких людей. Прошу вас! Ну, приехал я сюда, значит, лет двадцать назад. Ну, пошел, значит, оформлять землю под завод. Захожу в реестр, и вижу, сидит девочка, худенькая такая, платье со шкафом сливается. Ну, я ей говорю, подай, принеси, а она на меня внимания не обращает. Ну, я, значит, смотрю на нее и говорю, большим начальником будешь. А звали эту девочку Нина. И была Нина из простой деревни, а у мамы ее было шестеро детей, одна корова и папина могилка на заднем дворе. А еще двадцать лет назад был здесь такой котух, чтобы по улицам пройти, нужно было нос затыкать и глаза закрывать, чтобы с горя не напиться. Ну, в общем, один большой сортир. И вот прошло двадцать лет. Думаю, домик себе купить на окраине и переехать на старости лет туда со всей семьей. А все ты, Нина, Сергей. А многие, кстати, за глаза, правда, и по-другому зовут. Ну, а что скрывать? А ну, все хором! Мама! 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 Нина Сергеевна, это Дима Никитин, ЖКХ, бригадир ремонтников. Здравствуйте. Здрасте, здрасте. Нина Сергеевна, я к вам по делу. Ну, какое сейчас дело? Ты видишь праздник у меня? Давай-ка, выпей за моё здоровье. Я правда не могу, у меня срочное дело. Да выпей, выпей, деловую. Знакомы? Пока нет. Не хочет знакомиться? Никитин, Дмитрий. Нина Сергеевна, случилось ЧП. Ну, какое ЧП? Аварийная ситуация в одном из общежитий Амикор район. Ну, а почему ко мне напрямую, что Федотов не может разобраться или заместитель? Боюсь, что Фёдор Матвеевич не обратит должного внимания, потому что до этого не обращал. А дело может кончиться большим количеством смертей в ближайшие часы. Я прошу вас, соберите собрание главдепартамента. Пожарная, полиция, скорая помощь. Нужен будет план действий. А я всё подробно расскажу. Нина Сергеевна, я всё понимаю. Юбилей. Но ей-богу, беда может случиться. Я без шуток. Емельянов. Главных собираем в малый зал. А кого им они, Сергеев? Ну, они просто пьяные все. Саяпин в дым домой уехал. А, значит, Тульского жена забрала. Прозвонись. Пусть возвращаются. Плевать, что они будут делать. Пусть блюют, пьют таблетки, но будут здесь. Ага. А смотри. Дмитрий Никитин. Бригадир ремонтников. Дмитрий Никитин. За мальчика летит. Спасибо. Ты чего воду мутишь? Садись давай, Фёдор Матвеевич. Ну? Просвещай. В общем, Нина Сергеевна. В микрорайоне А, в 32-е общежитие, на вызов приехала бригада. Лопнули трубы с горячей водой. Ребята посмотрели, дело худо. Вызвали меня. Почему не Филимонова? Он главный инженер. Запил он, Фёдор Матвеевич. Третий день уже пошёл. Да дело не только в трубах, это ерунда. Они лопнули из-за смещения несущих стен. Общежитие построили, насколько я понимаю, ещё до основания города. В коттеджный период это получается 40 лет назад. 38. Тем не менее, капитального ремонта толком ни разу не было. Ну, а как это не было? В 84-м, 3 года назад. Фёдор Матвеевич, я сейчас не готов спорить о качестве этих ремонтов. Речь идёт о том, что здание может рухнуть в любую минуту. А что ты решил, что оно прямо вот в любую минуту рухнет? Вот возьмёт и рухнет, да? Да, практически пока мы с вами разговариваем. Там две огромные трещины через все несущие с первой по девятый этаж. И крен у всего здания. Фундамент крошится и ползёт. Там вибрацию блоков видно невооружённым глазом. Ну и сколько там человек? Толь, ну кого ты служишь-то? Тут комиссия нужна из области, специалистов штук 10. Параметров-то вот сколько. А этот нибудь, а, присунул какой-нибудь? Квартирку пообещал, вот суетится. Фёдор Матвеевич, сейчас два часа ночи. Так, к ней есть? А что, верно. Шары подкатил, расплачивайся. Кому я присунул-то? Езжайте и посмотрите, там ребёнку ясно, что... Ребёнку, может, ясно, а нам не ясно. Ты что, главной инженер по жилфонду? Нет. Вот именно. И ты. Фундамент, крен. Ты сам-то в этом разбираешься? Да, я сейчас в строительном втором курсе учусь. Корочка нужна, чтобы повыше подняться, да? Да помолчи, сказал Матвеевич. Там правда невооружённым глазом видно. Коэффициент устойчивости девятиэтажного здания не допускает крена даже в пять градусов. А там завал градусов на десять. Крен уже за пределами допустимого отклонения от перпендикулярной прямой, по которой действуют силы тяжести. Формально это значит, что дом уже падает. И упадёт в любом случае. А учитывая угол отклонений, не вдаваясь в расчёты, здание не простоит больше суток. ну ты понимаешь, что в этом случае нужно объявлять дом аварийным, а людей всех срочно эвакуировать? 820. И сколько их там? Тысяча? 820. 820. Которых нужно расселять. А городу проблемы с жильём. Давайте, давайте. Вызывайте комиссии из области, пусть они проверяют, пусть они принимают решения. Я на себя такие расходы не возьму. А в тюрягу ты хочешь? Вон, Павлович нас устроит по дружбе. 800 человек. Ты представляешь, если это рухнет? Ты на капремонте отрезал, я не проследил. Нам обоим тюрьма. Я отрезал? Ты отрезал? Да ладно, Федь. А у зятя твоего дом сам собой вырос, что ли? Или на твою зарплату? Ты-то чё, варежку открыл? Тебе про твой дом рассказать, или вот про его? Давай вот этому щеглу сейчас расскажем. Кто с кем сколько отрезал? Как мы тут вообще выживаем? Выживаем, руки друг другу моем. Какие руки? За базаром следи. У меня свой огород. Да какой у тебя огород? Тут весь огород, 200 соток и 30 тысяч голов. Один провалится, всех за собой потянет. Журналюги приедут, полетимся как фанеры над Парижем. У меня всё нормально. Проверки были, раскрываемость в норме. Наркоманов нет, проституток вообще нет. Так что, это вот ты с Матюгиным на его пожарки полетишь. Ну, давай, 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 пугай. А проститутки-то где? Гарем открыл, что ли? Утихли! Рыба с головы тухнет, Серёжа, забыл? Если я тухлая, то и вы все тоже. Вас тоже шмонать начнут. За 800 человек и у тебя говнецо найдётся. У тебя что, самое святое УВД? Так, поезжай давай с ним. Да. На месте всё посмотришь. Если всё, как он говорит, ну... Будем думать. Пойдём, баламут. Дим, задержись. Будет пугать, уговаривать не слушай. Мужик хитрый, ушлый. Сейчас рукой махнёт на всё, а нам расхлёбывает. Да и людей жалко. Я с ним поеду. Федотов сейчас злой, а парень пороха не уехал. Да. Да, это сбор. Ну да. Продолжение следует... 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 Далеко? Метро три. Метро три. Раздали до дачи? Да. Нина Сергеевна, о чем мне с гостями-то делать? Развлекай. Музыку погромче сделай. И скажи там на кухне, пусть подсуетятся с горячим. Там многие уезжают, собираются. Стряков так сильно обижает, что у вас нет. А ты сделай так, чтобы не обижались. Как я к ним сейчас выдумала, глава другим забита. Так, может отпустить людей-то? Сейчас! Чтоб не поняли, что у нас бардак. Напони их, чтоб они уснули. А про меня скажи, ребенок приболел, скоро приеду. Пойдем. Пойдут слухи по области. Соседи молчать не будут, им больше дадут из бюджета. Главное, чтобы общага не рухнула. А то и слухов не надо будет никаких. Ну? Ну что? Плохо дело упадет, наверное. Даже так? Не знаю, наверное, прав, Никитин. Давай людей выводить. Ой, говорил же я тебе, ох, напляшемся с этим микрорайоном. Строили на скорую руку. Место хреновое, почва вон ползет. Давно надо было расселить и снести к чертой матери. Куда расселить, умник? Давай-ка достань мне из штанов два корпуса по сто квартир. Давай. Строить надо было, когда деньги давали. Пожадничала? Выйди. Выйди! Я половину бюджета в области откатываю, половину. У нас же там вся дума с курортов не вылезает. Машины, квартиры, дачи, жены в золоте. А зарта че все вообще ничего не дадут. А что там было-то в этом году, а? Крышу к утронам полить и трубы поменять по магистрали. А бюджетникам дай. С голоду пухнут по три самоубийства в год. А инвалидам сколько в очереди на бесплатное лечение? А детдома? А многодетные семьи? А роддом построила? Я их что, печатаю, что ли? А со мной есть пить, детей поднимать? Я себе здесь нервы треплю. Я все девяностые под смертью ходила. Да и сейчас не лучше. Чуть что шишки на меня. План по налогам дай, по военкомату дай, по выборам дай. То ли завтра позадь, то ли по головке погладит. А я жить нормально хочу. У меня три шрама на башке. Язва, гипертония, два развода. А я женщина, я мать, я жена. Я нормально жить хочу. И ты хочешь. И поэтому себе кусок отрываешь. И о людях ты не думаешь. Да похрен на тебе, у кого стены сыпятся. У кого крыша течет. Тебе б свою крышу поскорей доделать. Дом-то у тебя, я посмотрю. Не хуже моего. Четыре этажа. А вас-ка твой. Оборвот избалованный. Насильник, наркоман. Шесть приводов, два суда. В Москве живет в своей квартире. Платно учится на экономиста. У этого скоро от насморка больные дохнуть начнут. Ни зеленки, ни ментов. Все тащат. Все прят. Оборудование купила, кому-то продала половину. Хрен знает кому. Если б я тебе не помогала, подорожникам бы уже лечить начала. Вот у нас. Из ментовки свою охранку сделал. Крышу. Ладно, глаза закрыла. Работа, Сережа, зарабатывай. Давай. Этот вообще непонятно чем занимается. На жопе сидит, бумажки подписывает. В городе 10 лет пожара не было. А из бюджета дай. На шланги дай. На технику дай. Еще хрен знает на что дай. Да, я вас со всех себе отрезаю. А у кого здесь рылок-то чистый? Может, кто-то на мое место хочет? Ради бога! Да только не потянете, вы хлаки. Сосете сиську потихоньку. Чуть что? Мама ответит. Мужики называется понос. Да ладно, Нин. Ну, что ты их жизни-то учишь? Вчера родились. Я тебе так скажу. Как жил нормально и побирался, так и жить буду. И мне плевать, кто и как на меня посмотрит. Не можешь взять? Живи червяком в навозе. Там тебе и место. Та заладили. Коррупция. А тут вся страна на взятках. У меня мать от рака помирала, так еще при советской власти на лапу просили, чтобы лекарство достать. А сейчас без денег вообще никуда. Красиво вы тут исповедуетесь, граждане чиновники. А делать-то что будем, а? Время-то не ждет. Людей выводить. Это официально? Ну, конечно. Тогда я звоню своему непосредственному начальству. Это зачем еще? Регламент такой. Да ну чего нам сейчас бучину поднимать? Да выведи людей до утра. Утром мы подгоним технику, строителей. Может, там сделать что можно? А косяки потом все на меня свалите? Или вон на него? Ну, а что людям-то говорить, они же не попки. Пронюхать, что это дом аварийный, ведь назад их не загонишь. Ну, придумайте пожар. Какую-нибудь аварийную ситуацию. Ну, что угодно. До утра-то можно мозги проконопатить. А утром приедут эксперты. Ну, если ничего сделать нельзя, ну что? Будем расселять. Поеду вон к Сафронову, в ноги брошусь. Он целый квартал строит. Ну, идите! Ну, давайте, ну, делайте что-нибудь! Так, документы все изъяли в машине. Надо будет, потеряем. Что у тебя? Ну, плохо все, Нина. Дефицит по капитальному ремонту 120 миллионов. Господи! Потратить мы их, конечно, могли. Но где мы их нарисуем? Такие деньги везде видны будут. Если это, конечно, новая стройка. Но Сафронов строит с инвесторами, к нему не подлезешь. Что пожило в фонду? Так, живут 820 человек. Если срочно расселять в зельсоварии, то всех. Ну, 600 минимум первые два месяца. Это 200 семей. Из них, значит, 83 многодетных, 27 инвалидов, 10 ветеранов. Около 60 двушек, остальные однушки. Думаю, пожил в фонду где-то 260 миллионов. Ой, твою мать. Ой, мамочка. Ой, дура ты, дура, Нина. Так. Таня, найди Сафронова. Он в зале? Часа два назад уехала. Сейчас я сама к Сафронову поеду. Нина, подожди. Ну что? Некогда, видишь? Хочешь сказать, что поехали со мной? Вызови еще одну бригаду. Ну и что, разбуди газовикам сообщи, там вроде газ. Хотя не помню, давай, уточняйте. Все, собирай, ребят, два расчета не меньше. Проверьте шланги, снаряжение. Уж сколько не использовали. Оцепление не забудь выставить. Длина? Какая там длина периметра? Сверхурочные, абсурдии. Ты мне одолжение не делай. Что на биржу труда захотела? Давай три скорых, каждый врач и два санитара. Все, мужики, понеслась. Стойте! 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 Ну стоим, чего? Отбой. А что так? Ждем. Кого? Не знаю, сказал ждать. Понятно. Пошли, мужики, на катер. Эй, баламут, что встал-то? Пошли! Язвеник? Что же? Язвеник? Нет, как нет, вон. Правильно? Сама развезка, с кем-то. Судей. Центральная задача перепадить. В дом не приглашаю, прости. Там о таких телах говорить не стоит. Мать приехала, сестра. Паша, мне срочно нужно расселить шестьсот человек. Нужно двести квартир, два корпуса. Помоги. Ну, ты в своём уме? Откуда я тебя возьму? Как? А ты же не заселил девятиэтажки для энергетиков? Там все квартиры проданы. Ещё до начала строительства, ты знаешь. Паша, на пару месяцев. Очень надо, помоги. Сейчас со дня на день придёт бюджет, я у тебя их выкуплю. Что? Выкупишь? И меня посадят. Ну, на месяц хотя бы. Ну, дай ты мне отсрочку. Ну, я придумаю что-нибудь, сейчас перекручусь. Выселю кого-нибудь. Ну, распихаю я их куда-нибудь. Нет. У меня инспекция каждую неделю. Показы жильцам. Там никого не должно быть. Ты что делаешь, сволочь-то эдакая, а? Я ж тебе эту землю за бесценок отдала. Совесть-то у тебя есть, сволочь ты! У меня 800 человек в этом аварийном здании. И если я их сейчас выведу, не расселю никуда. Ты понимаешь, что будет? Проверка по бюджету жилфонда. И упекут меня за хищение, как Сорокина, лет на пятнадцать. Ничего тебе не сделают. Ты губернатору отстёгиваешь. Отстёгиваешь, голоса ему даёшь. Вот и всё. Начнут давить. Скажи, что сдашь. Припугни. Он тебя отмажет. Ага. Или грохнет. А меня не грохнет? Прости, Нин. Не могу. Мне в девяностых инвесторы людей на части рвали. Извини, не могу. Извини, не могу. Я не поняла. Из общаги никого выселять нельзя. А как быть? Под обломками всех похоронить? А кто сказал, что точно рвухнет? Никитин. Малкасус это? Который под Федотова сто процентов роет, чтобы его место занять. Или Матюгин этот бездарит упица. А риск? Ну, риск, риск, риск. Риск всегда есть. Это твои деньги, строгие у Сафронова? Не. Ну, прекрати. Твои? Я сейчас видела, как он на тебя смотрел. Ну? Мои. А люди? Живые люди, урод. Закрой рот, сука. Давно ты о людях стала думать? Когда восемьсот человек разом сдохнуть может, а когда они по одному дохли, ты о них думала? Когда себе от каждой статьи в бюджете отрезала, думала? Дороги говно, яма на яме. Сплошные аварии. Народ спивается, режет друг друга. Потому что в городе нормальной работы нет. И зарплата три копейки. Молодежь скурвилась, скололась по подвалам. В школах бардак. Учителям и врачам жрать нечего. Старикам и инвалидам лучше вообще не жить. Мы с тобой все это время. Я сколько для тебя сделала, а ты всю жизнь от меня кормишься? Да если бы не я, ты бы так секретарше в реестре и сидела. Потому что ты никто, а я кто. И наверху об этом знают. Ну... Ну чего ты? Чего ты слюни-то распустила? Здесь либо человеком живут, либо скотиной. На всех хорошей жизни все равно не хватит. Подели ее на всех. И никому ничего не достанется. И все будем одинаково нищие. Ну... Так лучше будет. Нет? Я тебе помог человеком стать. А ты кусаешь руку, которая тебя держит. Ты подумай хорошенько. Ты с ними? Или с нами? Что дальше делать? Сейчас придумаем. Садись. Пожрались собаки. И ус не дуют. Садись. А им-то чё? У них начальники поменяются. Они как работали, так и дальше будут работать. Хватит сопли распускать. Не случилось еще? Я иногда думаю... На хрена я в начальники пошел. Работал бы хирургом, резал потихонечку. Ха-ха. Тебе на стол, не дай бог попасть. Ты почечку отрежешь про запас. И продашь. Я гляжу, ты бессеребряник. Много жуликов поймал. Вас поймаешь. Вас сажать начинаешь? Вы сразу на лапу даете. Я человек русский. Я не взять не могу. Федор Матвеевич. Ну, я сказал. И откуда это ты такой взялся? Другой поглядел. Рукой махнул, да и спот лег. Рук. Тебе что, больше всех надо? Там же люди живые. Живые люди! Шваль! Отброслю! Может и мы на тот свет. И детям. Это те, которые до кори дотрахаются по чердакам? Что из них вырастет? Ты мне скажи, что из них вырастет? Ты, парень, зубы-то не точи. Мы тут... Калачетертый, старый. Жизнь видели. И особенно. В этом общежитии у каждого второго судимость или привод. Было б меньше таких общежитий, глядишь. И мир чище был. И нам, нормальным людям, жизнь проще. Да. Сейчас. Да. Сейчас. Да. Урая. Какие. Осторожно. Все, папа! Сейчас. Ну что, все в силе. Эвакуируем жильцов, ждем комиссию. Ну что, Галаганова там хочет переговорить о чем-то с вами троими на месте. Мои ребята сейчас вас довезут, собирайтесь. Да мы и сами доедем. Пьяный? Нет, я как начальник полиции против. Куда тебя я приведу, на том, куда тебя я приведу. Там еще, наверное, года на два работают. Обязался, блин, не знаю, доелось всего. Слушай, все, по домам давай. Ну, глянь, под конвоем поедем. Садись, сейчас не до шоток будет. Садись, сейчас не до шоток будет. Довольно. Мужики, а чего вас так мало? Сейчас снаряд подъедет. А куда мы? Тридцать вторая-то в другой стране. Не дергайся, езжай, куда ехали. А чего не дергайся-то? Не туда едем. Куда надо, туда и едем. Слышь, если ты дороги не знаешь, давай я за руль сяду. Заткнись ты! Я не понял, ты с кем разговариваешь? Агалаганова, сука, ау, и страшная баба. Ты че старый? Толя, дом рухнет, а мы с тобой сбежали. Как ты сказал? Я урвал, тебе отстегнул, ты не проверил? Вот на нас двоих и свалят. Саябин, сука. Хана нам, Толя. Да ты че с дуба рухнул? Там восемьсот человек. Да она их выведет. А дом, говорю, на нас свалит. А че, мужики? Вы че, у нас грохнуть хотите? Че ты молчишь-то? Закрой рот и сиди ровно. Закрой рот и сиди ровно. Че, мужики? Че, ж Ty. А у меня, другая. Как будто ж. Че, че, че? Че, че? Стоять! Назад! Парня отпустить. Сантехник, кому он нужен-то? Он ничего не скажет. Да вы что, охерели что ли? Что за цирк, а? Рот закрой! Что? Иди, забирай семьи, чтоб ночи тебя не было в городе. Засветишься и нас поставишь, найдем и убьем. Че встал? Ну ты правда дурак! А ну пошел отсюда! Ну! А ну пошел отсюда! Да нанеси ты его. Че он тут? Ну да ладно, мам. Ну и где она? Есть? Где-где? На работе. Да какая сейчас работа? Вон. Три часа ночи. Такая. Собирайся! Мать Маги! Ее вещи Антохина мои! Ты чего не ошибаюсь? Что случилось? Нет! Время! Быстро! Собирайся! Господи! Господи! Что случилось? Не спрашивай, Бать. Еле живой остался. Уезжать надо надолго. Иначе... Ой, Господи! Сокройся, богомольная! Делай, что тебе сказали! На машине? На такси с треном попутку поймаю. Сейчас у соседа попрошу. Так не вернусь, Бать! Ничего не объеднеем! Собирайся! Я сейчас прогрею и к подъезду подгорю. Спасибо! Летний брать? Все брать! И деньги все, какие есть! А на сколько вы? Ну всегда, мама! Маша! Тихо, тихо, тихо! Маша! Тихо, 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 тихо! Сядь, тихо, тихо! Господи! Повторяйте! Ой, Господи! Заканчивай, мафия, звор разбудишь! Маша, Маша! Ладно, я же тебя спрашивать не буду. Куда направишься? Да не знаю, пока что по дороге вылетелось. Главное из города выехать. Да. Приедем, позвоним. Мама, слушай! Он наиграл, он наиграл! Всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё! Ладно, всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё. Всё, всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё. Поезжайте, поезжайте, поезжайте. Садись, садись. А то сейчас все проснутся. Она так и будет быть, пока не уедете. Давай. О, Господи! Мать! Тихо! Тихо, Тихо! Тихо, тихо, Тихо! Тихо, тихо! Мirka! Мирка! Мирка! Тихо, Клинар froSilva, Волосухину разорили. На завтра утром хрен кто что вспомнит. Да. Сделали? Чисто? Добро. Давайте по дому. Стволы сбросьте. Я знаю, что табельное. Спишем. Главное, чтоб тела не нашли, а то запалимся поглупой. Все. Сделаю. Господи, прости нас. Бог такую жизнь придумал. И нас жить заставил. Ген, заглянусь, а? Давай. Ген, соглаемся. Давай. Давай. Еще раз. Поехали. Мой ты сейчас с полосохими с олочи. Да не вой ты. Вышлим полосохи, но пусть в другом городе задом крутят. А своего пришлёшь ко мне. Я ему расскажу, твоих жёнами надо жить. Я ему расскажу, твоих жёнами надо жить. Успокоился? Уснул. Что случилось? Да прогнило там всё, Маша. Где там? Вы прави. Какой гадюшник. Вор на воре. Сожрать готовы друг друга. Ублюдки. А когда поняли, что обосрались, решили своих же подставить. Посадили меня с Федотовым и начальником пожарки. К ментам в машину. Отвезли подальше. А Матвеич – человек. Я не ожидал. Заступился. Меня и отпустили. И куда мы теперь? Нам надо из города выехать. Переночуем в гостинице. А утром обязательно что-нибудь придумаем. Обязательно. Ну, спасибо тебе. Жили горе, не знали. О чём ты думал? О людях родное. А мы с Антоном не люди? Там в общаге 800 человек. И все твои жёны и дети. Маш, не надо так. Как так? Я ж не знал, что всё так повернётся. А как? Как ещё оно могло повернуться? Если они воруют годами и весь город высосали. Ты что, им пошёл правду доказывать? Ты на что рассчитывал, что они расплачутся, будут свою вину заглаживать? Людей спасать? Да нету для них людей. Для меня есть! Для меня! И надо было попробовать. И я на себя 800 смертей не возьму. Поняла меня? Поняла. Я всё поняла. Связалась с Еродиевым, живи, мучайся. Ну так не живи! Прости. 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 Я же им доказал, что здание рухнет. Они хотя бы сейчас людей оттуда выводят. Откуда? Вон она, твоя общага. Нету там никого. Вспят люди. Что ты стоишь тут? Поехали! Ни ментов нет, ни пожарки. А ты крикни ещё громче. Может они появятся. Они должны ведь были быть. Кому они что должны? Ты чё как ребёнок? Ты в каком мире живёшь? Тебя только что чуть не убили. Просни тебя! Поехали! Ты чё? Бери Антона и уезжай. Это как-то без тебя что ли? Да, я остаюсь. Ты нас бросаешь? Маша, я никого не бросаю. Ты не понимаешь, они людей не выводят. Они их решили там оставить. И что? Не зли меня. Садись и уезжай. Права у тебя есть. Урод, да ты чё делаешь? Да ты послушай себя, дура. Там сотни живых людей, сотни. Совесть есть у тебя, нет? Тим, они нам никто. Заткнись. Маша, хорошая моя. Уезжай. Ты не видишь, что я тебя сейчас ненавижу? Неужели ты не понимаешь, что мы живём как свиньи и дохнем как свиньи только потому, что мы друг другу никто? Нет, я не помоги. Убивайся. Это упражнение. Удивайся. Не может, мы должны объяснить. Удивайся с уходом. Машина, ты где нужно сейчас? Но не сможешь. Ты не можешь помешать с уходом? Второй же, тебе надо. Было неправедливо, я бы. Если это не упражнение. Вдивайся с уходом. Субтитры сделал DimaTorzok Доня, выпей, легче будет. Субтитры сделал DimaTorzok Доня, выпей, легче будет. Да не смог я. Люди погибнут. Сейчас мимо общаги ехали, ничего не происходит. Людей не вытаскивают. Да потому что ты всех взбаламутил, дурак. Начальство-то виднее. Поумнее тебя будут. И ничего она не рухнет, слышишь? Ничего. Это что на себя столько смертей-то возьмет, а? Дурак, что ли, твой Федотова? Да убили Федотова! Галаканова концы обрубает. Что ты думаешь делать? Засвечусь. Убьют. Люди вообще это знают, что дом Пашон тащит. Нет. А что ты молчишь? Поди и расскажи. Ты кто меня слушать-то будет? Кому охота среди ночи без угла на улице остаться? Это надо, чтобы все как-то официально было. Чтобы информация сверху пришла. А кто я? Я сантехник. А ты уверен, что дом рухнет? Уверен? Прости нас, матери, женок. Да ты что, батя? А что мы тебе дали? Жизнь. А что с ней делать? С такой жизнью. А вот погляди на нас с матерью. Собачимся каждый день. Ни любви, ни осталось, ни радости. И тебя жизни не научили. Все, что с тобой случилось, это наша вина. Перестань, батя. Люди вагонами воруют. Миллионами. По головам идут. И живут горе не знает. А ты эти сраные трубы чинишь. Людям помочь хотел. От смерти сберечь. Тебя ж того гляди, грохт. Уезжай, сынок. Никогда тут по-другому не будет. Никогда. Субтитры подогнал «Симон». Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok